Декабрь Главный инженер муниципального предприятия «Самара-Горсвет» Владислав Бабунов. Владислав Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как подразделяется украшение города новогодней иллюминацией, на какие зоны и кто за что отвечает, чтобы мы, горожане, представляли? Ну, такого деления по украшению города по каким-то районам или по каким-то другим территориям такого нет. МП «Самар-Горсвет» занимается украшением на всей территории городского округа Самара. Плюс еще отдельно администрация, какие-то коммерческие предприятия, может быть, сами же даже жители тоже занимаются украшением нашего города. И поэтому иллюминация на большой... Практически на всей территории будет, да? Будем так считать. Будем так говорить. Скажите, по сравнению с прошлым годом, что-то изменится в этом году? Появятся, может быть, новые тренды, новые украшения, новые участки для украшения? Вот если окинуть взгляд на весь город. Обязательно. И уже появились, не только появились, уже появились. Это четыре зоны, которые были отремонтированы в прошлом, вернее, в этом году по программе «Комфортной городской среде». Украшены светодинамическими конструкциями новыми, которые мы приобрели в этом году. Также появится фонтан новый, каскадный, на склоне у Минумента Славы. Также появятся новые консоли на опорах. То есть иллюминация каждый год обновляется в нашем предприятии. Скажите, а в чем специфика монтажных работ, так скажем? Потому что видно, что окрашаются и деревья, и очень много высотных работ. И, наверное, здесь есть определенный специфик, когда специалисты занимаются иллюминацией. Ну, специфика высотных работ в нашем предприятии, она свойственна, потому что все световые приборы у нас расположены на опорах. То есть у нас на предприятии имеются специальные автогидроподъемники, с которых мы работаем. И, соответственно, иллюминацию тоже развешиваем с этих автогидроподъемников. Вот, поэтому все это на высоте находится, чтобы никакие вандалы или кто-то другой не смогли до нее дотянуться. А были уже такие случаи, что горожане пытаются что-то сорвать и украсить елку на даче? Были. Не хочется говорить в преддверии праздника, но были такие неприятные случаи. Это на улице Ленинградской, когда у нас там есть световая инсталляция, избушка. Из нее была выкушена гирлянда светодиодная. Ну, давайте не будем об этом говорить. А мне кажется, наоборот, нужно об этом говорить, потому что действительно это делается не для одного, двух или там группы людей. А для всех горожан, которые будут со всех районов города приезжать в наш исторический центр, на нашу Ленинградскую и так далее. На площади чудесной, вот, украшенной, я уже видела, и площадь Куйбышева готовится. Буквально там такие инсталляции сейчас проходят. И площадь Славы, даже Крымская площадь уже украшена. Кстати, на Крымской площади полностью завершены уже работы или нет? На Крымской площади завершены работы, там установлен фонтан новый, который приобретен в этом году, и три световые композиции светящееся дерево. Очень красивые, мне самому очень, как жителю, нравятся. Давайте посмотрим сюжет, он у нас есть, чтобы все другие увидели, как сейчас стало красиво на Крымской площади. Лето-зимой Крымскую площадь заканчивают подготавливать к новогодним праздникам. Здесь установили новые светодиодные инсталляции. Примечательно, что именно сегодня выпал снег, а здесь яблоки созрели. Крымская площадь, преобразившаяся в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда», стала новым местом притяжения самарцев. В канун новогодних праздников горожане уже строят планы на отдых именно здесь. Новый год чувствуется, да, мы выписались из больницы, слава богу, выздоровели. Нам очень нравится, мы здесь гуляем. У меня еще есть младший сын, вот, мы ходили здесь, здесь какой-то праздник был недавно. Вот, нам очень нравится, да, благородили. Над созданием красоты здесь работают с самого утра. За один день установили три светодиодных дерева. Чуть позже появится и светодиодный каскадный фонтан. Многие люди проходят, говорят спасибо, то, что украшаем, то, что будет весело, красиво. Прикладываем усилия, украшаем город, чтобы город был красивее на праздник. Все украшения энергоэффективные. То есть, работая в режиме нон-стоп, они затрачивают минимум энергии. Потребляют даже меньше бытовой лампочки. Всего в Самаре установят около 30 новогодних композиций. Это фонтаны, фигуры животных, деревья и новые для этого года бокалы шампанского, которые можно увидеть на проспекте Ленина. Специалисты на финишной прямой еще немного, и город полностью будет готов к праздникам. Крымскую площадь в новогодние праздники будет не узнать, обещают специалисты. Впервые украшается. До этого мы здесь наряжали просто деревья, обматывали световой гирляндой. В этом году, после проведения ремонта, эта площадь заиграла. Смотрите, какая она красивая стала. И поэтому мы решили здесь поставить новые световые композиции. Вся Самара будет полностью украшена уже в начале декабря. Отдельное внимание уделяют всем четырем преобразившимся площадкам по федеральной программе «Комфортная городская среда». Это скверы Фадеева и тот, что у храма Кирилла и Мефодия, а также бульвар Металлурков. Скажите, а режим работы включения новогодней иллюминации, он такой же, как и у всех фонарей наших традиционных? Совершенно верно. Не отключается. Нет, не отключается. Вся иллюминация подключена к сетям уличного освещения, и поэтому включение-выключение происходит одновременно с сетями уличного освещения. Кое-где, кое-где в каких-то районах, где, например, близко к домам подходит, или же вот на площади Куйбышева елка, переходит вместе с сетями уличного освещения в режим «Часть», то есть с часу до шести утра. Это елка на площади Куйбышева. Еще какие-то другие композиции, где они близко к домам. Мы их отключаем, чтобы они не мешали жителям отдыхать в ночное время суток. Действительно. В сюжете был затронут вопрос об энергозатрате, вот такой иллюминации. Когда смотришь, кажется, очень много тратится энергии, потому что фигуры объемные, и протяженность большая, особенно вдоль дорог, оформления очень много. В смысле, насколько это так, и сколько тратится вот энергии в таких? Тратится электроэнергии не так много, как вам может показаться, потому что вся эта иллюминация энергоэффективная, что подразумевает под собой энергоэффективность. Это не экономия электроэнергии, электроэффективность немножко другое. Потому что когда экономим электроэнергию, мы просто, например, отключим, здесь в студии свет, и будем сидеть в темноте. А энергоэффективность – это немножко другое понятие. Это правильно вы сказали, можно сделать протяженные очень украшения, фонтаны, какие-то другие инсталляции, но они будут настолько энергоэффективны, что будут потреблять очень мало электричества, электрической энергии и будут радовать жителей нашего города, потребляя очень мало и денежных средств, соответственно. — Если говорить об украшении новогодней иллюминации в самих районах, даже во дворах, здесь как обстоит дело? Что-то зависит от самих жильцов? Какие-то заявки или как все это выстраивается? Если, допустим, жильцы захотят свой двор украсить, чем-то вот кто-то может помочь, куда-то можно обратиться или рассчитывать только на себя? Обратиться можно и к нам в Горсвет, но сейчас вся иллюминация, которая имеется у нас на балансе, будем так говорить, она распределена по каким-то своим местам. То есть если мы где-то дополнительно какую-то приобретем гирлянду, жители могут обратиться, но они чаще обращаются с другой просьбой, то есть они сами приобретают или фонари какие-то для подсветки катка на эти новогодние праздники, или какие-то гирлянды, например, ТСЖ, какая-то управляющая компания приобретает, развешивает, устанавливает где-то у себя на деревьях, на каких-то других конструкциях и обращается к нам с просьбой подключить к нашим сетям. Мы эти просьбы внимательно рассматриваем, иногда идем навстречу, если есть техническая возможность, другие какие-то параметры соблюдены, все это иллюминации. Если она уличного исполнения, нас устраивает, то тогда мы можем подключить на какое-то время эту иллюминацию к своим сетям. А такая тенденция, она давно существует, что сами жильцы хотят украсить свой двор, мне кажется, что... Постоянно, нет, да, жители украшают, особенно заливают катки сейчас, сделают там подсветки, то есть где нет у них возможности от своего подъезда подключить это, обращайтесь к нам, если у нас есть такая возможность, мы идем навстречу. Да, ну это такая эстетическая составляющая, и даже безопасность тут тоже, потому что если не будет света на катке, то чревато какими-то травмами и так далее. Ну интересные, да, такие... у вас сотрудничество с горожанами выстраивается, а вообще как определяются вот те места, где будет украшена, установлена новогодняя иллюминация? Как все это происходит? Потому что желающих-то, наверное, много. Желающих много, но, к сожалению, возможности у нас ограничены, и поэтому в первую очередь это на центральных улицах города, на центральных площадях стараемся разместить эту иллюминацию. Потому что театр оперы и балета или какой-то другой театр, другое какое-то культурное заведение у нас не на каждой же улице находится, а именно в центре города находится, в другим каких-то значимых местах. Поэтому иллюминация тоже в первую очередь располагается там, где большое скопление людей, где люди гуляют, отдыхают, где видовые какие-то места, как на площади Славы на склоне. То есть вот такие параметры территории в первую очередь мы принимаем во внимание при выборе размещения иллюминации. Да, вы упомянули площадь Славы, действительно, она поменялась со временем, и другая иллюминация тоже сейчас на ней. У нас есть сюжет на эту тему. Давайте посмотрим, как проходит украшение площади Славы, а потом продолжим разговор. Сказочное убранство весом 4 тонны. Эту каскадную световую конструкцию привезли сюда три длинномера и один зил. Пока задумка дизайнеров только воплощается в жизнь. Сотрудники Самара Горсвет монтируют металлический каркас, по нему будут спускаться алюминиевые конструкции в виде волн. На них установят светодиодные ленты длиной 200 метров. По словам специалистов, масштаб проекта поражает. Эта инсталляция одна из самых больших, которые когда-либо монтировали в городе. Более такой, обширный, масштабный, более большой при установке. И довольно сложно установить. Конструкция тяжелая. Но интересно, конечно, как это будет все выглядеть, уже поскорее бы зажечь это все. Светящиеся снежки, пирамиды и волны придумали дизайнеры из Санкт-Петербурга. Фонтан получится не только красивым, но и энергоемким. Что соответствует требованиям программы «Умный город», который реализуется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Несмотря на внушительные габариты, световой фонтан будет потреблять всего 300-400 ватт, как 4 лампы накаливания. Праздничным сиянием склон площади Славы озарится уже 15 декабря. Горожень такого не видели. По размеру он очень большой. Видите, он 200 с лишним метров длиной, шириной. Более 10 метров. И будет очень красивый. Пока это просто заснеженный склон. А в скором времени он превратится в сказочный сияющий дворец Снежной королевы. Вот такой светодинамический фонтан будет привлекать внимание горожан. Новогоднее настроение уже появилось у самарцев, которые внимательно следят за преображением города. Украшения создают праздничное настроение. И это будет приятно для жителей и гостей города. Проезжала на трамвай после музея Лавина. Там тоже матрешка такая красивая. Стоит снеговик на санках красивый. Все светящее создаёт хорошую атмосферу. Говорю, сейчас вот на деревьях светодиоды прям гулять хочется. Так что у нас вообще в самом деле молодцы. Площадь скурши вообще молчу. Молодцы. Всеми новогодними цветами самара засияет в ближайшее время. В большинстве районов города украшения уже смонтированы. На площади Куйбышева осталось собрать резиденцию Деда Мороза. После этого и там зажгут праздничные огни. Скажите, какие тренды на новогоднюю иллюминацию существуют? Мы все видим прекрасно по федеральным каналам украшения Москвы, столицы, в Санкт-Петербурге и так далее. Вот Самара, откуда вот эти вот идеи рождаются? И как всё это происходит? Вот именно такие украшения, такими наш город будет украшен. Я даже слышала, что бокал с шампанским где-то фигуром будет. Не знаю, уж установлено. Уже установлено. Это установлено на проспекте Ленина. А вообще вот эти тенденции, как работают над ними, над созданием? Ну, это существуют специальные дизайнерские мастерские. То есть мы же не у себя в мастерских изготавливаем эту иллюминацию. Всё это закупается, как вы правильно сказали, в Москве, в Санкт-Петербурге. В этом году выиграл тендер санкт-петербургской фирмы «Мегаполис». То есть у них есть специальные дизайнеры. Они уже не первый год занимаются этой иллюминацией. Все эти тренды изучают не только российские, но и мировые. И поэтому каждый год обновляют свою модельную коллекцию и предлагают на рынке новые и новые изделия. То есть мы смотрим, что они могут предложить, выбираем, разыгрывается тендер специальный. Всё это они выходят со своими предложениями. И если по цене и по качеству они устраивают, то заключается договор на приобретение этой иллюминации. Ну, центральным местом, я бы сказала, даже главным встречей и проведением Нового года у нас является площадь Куйбышева. И там тоже очень прям такое световое шоу целое новогоднее происходит. Вы как сотрудничаете? Какое отношение ваше предприятие имеет к площади Куйбышева? Как-то курируете, сотрудничаете, советуете, ещё что-то? Или ваши специалисты там работают? Наши специалисты работают. Вот все эти мероприятия, они с нами согласовывают, потому что некоторые композиции, которые установлены на площади Куйбышева, они подключены также от сетей Самар-Горсвета. Поэтому эту иллюминацию в резиденцию Деда Мороза кое-какую мы тоже свою даём. То есть они устанавливают вот семья оленей, световые комки, там есть такая иллюминация, арка светящаяся. Вот в резиденции Дома Деда Мороза это всё там находится на постоянной основе. А когда вот уже конечный этап, вы бываете на площади Куйбышева, оцениваете, когда всё уже установлено, смотрите? Места определены. Этим занимается специальная МБУ при департаменте культуры. Они определяют места, указывают нам, где это нужно поставить. А мы подключаем это всё, и потом в течение года, в течение новогодних праздников мы это обслуживаем. У вас нет ощущения такой вот скучности, что очень много всего, очень много ёлок, скульптур вот этих вот с иллюминаций? Такого нет? Нет. Там специальные дизайнеры разработали это всё. Поэтому там очень нравится. Особенно маленьким детям, которые приходят в резиденцию Деда Мороза. Смотрят все эти ёлки нарядные очень, катаются на горке. То есть такой специальный комплекс. Специальный, конечно, световой. И световой. Ну не зря говорят, что это настоящее световое шоу. И у нас тоже есть сюжет о том, как сейчас обстоят дела на площади Куйбышева с украшением. Давайте его посмотрим. Первые годы после революции новогодняя ёлка считалась буржуазным пережитком. А в начале 30-х годов и вовсе грозила советскому человеку многими неприятностями вплоть до увольнения с работы. Этот праздничный атрибут находился под запретом вплоть до 35-го года. Но потом неожиданно вспомнили, что даже Ленин бывал на детской ёлке в Сокольниках. Их войную красавицу реабилитировал лично Сталин. Современные же горожане не представляют главный зимний праздник без ели. С появлением в городе украшений настроение сразу улучшается, признаются самарцы. Чувствуется приближение нового года? Ну вот, глядя на все эти украшения, конечно, чувствуется. Мы вот на Ленинградской живем, там уже тоже мишка стоит, красивые очень, часы. Город становится красивой, ёлки красивые, по всему городу огонечки. Стране сразу другое. Елочный комплекс из семи искусственных деревьев уже установлен и частично украшен. Главная красавица высотой 25 метров установлена. Кроме игрушек здесь будут медиагирлянды, а тема этого года пока в секрете. Сейчас монтажники вешают гирлянду с 14 тысячами пиксельных шаров на центральную ёлку. Ну и, конечно, главное украшение – звезду. Сейчас гирлянды повесим. Нормальное настроение, рабочее. Ну, праздник-то чувствуется? Праздник, конечно, чувствуется для горожан. Сама ёлка будет красивая. С праздником будет хорошо поздравлять. На площади появятся ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Свои двери откроет и резиденция главного зимнего волшебника страны. Там можно будет загадать желание. Вскоре здесь соорудят деревянную горку и катки. В этом году их два. Один для хоккея, на другом смогут прокатиться все желающие. Новогодние гуляния на площади начнутся 31 декабря в 10 вечера. Скажите, как используются световые инсталляции прошлых лет? Насколько вот эта часть остается неизменной, новое что-то там докупается, приобретается? Потому что многие граждане задают вопрос, что кажется людям, что каждый год покупают, вот именно закупают и украшают. Правильно кажется. Совершенно верно. Правильно наши жители так считают, что каждый год закупается, украшается город. И все старые инсталляции, они тоже содержатся в исправном состоянии и зажигаются, опять и выставляются на те же самые места, где и были. Это 10 цветовых фонтанов, которые были у нас еще закуплены, я уж не помню в каком году, лет 8 назад. Они все у нас работают, все в исправном состоянии. А когда обновляется, что принимается? Ну, обновляется. На проспекте Ленина была размещена гирлянда, она тоже отработала 8 лет, она тоже уже морально и физически, даже не столько морально, сколько физически она устарела. В этом году она была демонтирована, и там размещены были вот эти новые консоль, которые называются бокал с шампанским. То есть вся иллюминация, которая у нас и была, и есть, она находится у нас на учете, мы ее ремонтируем, если что-то выходит из строя. То есть она никуда не девается. Как вы реагируете на предложения горожан? Вы уже рассказали в таких моментах, когда, допустим, чтобы свет от иллюминации не светил в окна, а еще какие-то предложения может рассматриваться? Мы реагируем на все пожелания, на все предложения и замечания самым внимательным образом. Куда к вам можно обратиться? Самым внимательным образом мы на это все реагируем. Можно обращаться по телефону диспетчерской службы 333-76-54, это круглосуточный телефон. Можно обращаться через Твиттер, можно по электронной почте. Это все, найдете все эти адреса электронные в интернете. Так что мы ждем все эти обращения. Мы даже приветствуем это, потому что наша диспетчерская служба где-то может объедет, она каждый день объезжает, каждую ночь все эти иллюминации, все наши светоточки. Но если где-то мы вдруг проглядим, не в каждый же двор, у нас протяженность всех сетей наших 1600 километров. 1600 километров. Поэтому, конечно, всех не объедешь. И поэтому мы очень рады, когда жители звонят, сообщают каким-то другим способом, где у нас или перегорела лампа, или иллюминация может где-то перестала гореть. Мы это только приветствуем. Бывают случаи, когда не отключаются там те же фонари, еще что-то, горят прям в световой день. Это происходит в связи с чем? И получаете ли вы тоже такие замечания, реакцию горожан, когда вот что-то забыли? Ну, замечания мы получаем такие, но все эти замечания мы отрабатываем. Но они оказываются, жители реагируют на что? Что мы в дневное время работаем, например, проверяем иллюминацию, проверяем какие-то другие свои линии, включим на 5 минут, тут же идет обращение. И не успеваем мы еще ответить, иногда бывает уже житель пишет, вот, уже отключилось. Потому что у нас все это отслеживается, все включения и выключения в режиме реального времени. То есть наша программа, которая стоит на нашем диспетчерском пульте, она позволяет отследить время включения, время отключения каждого нашего исполнительного пункта. То есть, может быть, кто-то из жителей скажет, что целый день горит, но это, оказывается, не совсем соответствует действительности. Это не целый день, а в режиме работы, да, в проведении, может быть, контрольных каких-то даже ситуаций. А в связи с чем меняется время включения света вообще в городе, отключения, это тоже автоматическая программа как-то? Или это уже, потому что вот в осенний режим, зимний и летний, весенний, оно разное всегда. Ну, понятно, что, ну, конечно, разное, это зависит от захода солнца за горизонт. Летом до 11 часов светло бывает, мы же не включим тоже, как зимой в 5 часов освещение. Поэтому, как на улице темнеет, как в наших руководящих документов написано, до 20 люксов, то мы должны уже включать установки наружного освещения. Вот это и происходит. У нас есть программа зашита на год, но если в зависимости от погодных условий, например, пасмурный день, идет дождь, снег, какая-то другая... То есть вы можете регулировать? Конечно, мы можем включить пораньше немножко на 10 минут, на 5 минут в зависимости от состояния. Или туманы, вот в осенне, в зиме. Совершенно правильно вы отметили. Да, понятно. Вот это корректируется. Все можно подкорректировать. Сейчас время подведения итогов, и хотелось, чтобы вы подвели итоги работы муниципального предприятия «Самара-Горсвет». Что было в этом году такого, о чем хочется вспомнить, лишний раз сказать и оповестить горожан? Потому что свет, конечно, очень важен в городской жизни, что уж тут говорить. Ну, особого ничего в этом году не происходило, слава богу. Поэтому наша работа продолжается в том же режиме, как мы работали и в другие годы перед этим. Вот новая иллюминация закуплена. Участвуем мы в тендерах разнообразных. То есть мы у нас и содержим сети уличного освещения имеющихся, и строим, но не как заказчики, а как подрядчики. Где-то мы на подрядные работы выходим. То есть предприятие работает устойчиво, никаких замечаний нет. Ну, это, наверное, хорошая нота, что устойчивая работа и нет замечаний. Ну, это, наверное, то, к чему многие стремятся. Спасибо за эту интересную и полезную информацию и за этот свет, который предприятие, в котором вы являетесь главным инженером, дарит горожанам и гостям Самары. Спасибо вам. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова